Встреча О нем вспоминали чаще О том, что о нем писали Чтобы собирались люди И главное, чтобы Живым памятником был такой фестиваль Фестиваль может существовать многие годы Потому что Рома своим подходом С самим собой поменял мировоззрение Многих музыкантов в этой стране Я уж не говорю, что он был Мегаполярный Занимался настолько разными жанрами Что у него Эта тусовка огромного размера Он всех заражал своей бесконечной Безумной любовью к музыке Я даже боюсь вспомнить Такие люди Я могу сказать, что в Африке Существует каста специальных людей Они называются гриоты Музыканты знают Гриоты это отдельная каста Это музыканты, которые передают свой талант И свои способности через поколения То есть Про таких людей говорят, что Это волшебники То есть Так скажем Люди, которые могут Во-первых, криоты Появляясь в любом селении В любом коллективе Они начинали Своей харизмой просто нести Мощнейший заряд Они Так сказать И могли не только петь Играть Они могли рассказывать Они могли Ну, грубо говоря Такой африканский Телевизор бесконечно работающий То есть Ромина харизма была такая То есть Человек не мог Мы не могли его остановить Ну, не знаю Вспоминаются Пустые холмы Где Под утро Там В пять часов На сцене играет Рома Горенек Когда все уже мертвые Просто спят Вот Я слышал Это Рома Его было слышно всегда Вот И Его узнаваем Он был узнаваем И поэтому, конечно Уникальность этого человека Мне кажется Дает Колоссальный потенциал Для Этого фестиваля И мне думается Что Он может Расшириться Выйти из низшего формата В какие-то другие Более Объемные форматы А потом Год назад Я общался Случайно Общался С Ромиными учениками Вот И Я так понимаю Что Зерно Любви к музыке К творчеству Он Заронил В душах Молодых ребят И мне думается Что если Со следующего года К примеру На Гринфесте Появятся Появятся молодые Басисты Молодые музыканты То мне думается Что это будет Огромный шаг Для фестиваля И он Рано или поздно Сказать Просто войдет В тот перечень Любимых фестивалей Которые мы знаем Любим И ждем Каждый год Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому